Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У нас называется беседа Русской Православной Церкви, в истории Русской Православной Церкви, но без понимания этих политических моментов мы просто не сможем понимать... Так не может быть церковной жизни вне государства. Да, да. То есть человек должен был соответствовать определенным критериям соответствия народа, того, который он возглавлял народ. То есть если народ православный, жених в этой державе может быть католический или еще какой-нибудь. То есть предполагалось, что это радеет человек о деле народа. Совершенно верно. Католиков с католиками государственные эти браки династические не составлялись. Почему? Потому что католики не могли изменить веру. Только брали протестантов. В основном. Поэтому в наши царские династии хлынули эти протестантские немецкие невесты, в основном шведские и датские. За редким исключением. За редким исключением, да. Ну ладно. И вот эти вот браки между вот этими вот группами, в то время еще боярскими группами, а последующими, значит, и межгосударственными браками, они сыграли колоссально большую роль. И прям буквально несколько слов надо сказать об этом. Потому что весь вот этот 16 век, он прошел под эгидой просто вот этих вот, не то что правления, а битвы за власть между боярскими родами. Ну хотя бы не весь, конечно, но первая половина. Которых даже называли бояре по кике. Кика это женский головной убор, которые приходили вместе со своими... На волне женитьбы. На волне женитьбы. Там братья, отцы, дядьки приходили и занимали... Забегу вперед на два слова буквально. Когда уже был потом уже второй земский собор, который уже не Годунова выбирал, а Романова выбирал на престол, они именно благодаря тому, что они были в родстве, в женском родстве, с покойным сыном Ивана Грозного, Федором Ивановичем, и прописались в земском соборе, как более родовитые были утверждены. И это тоже бабья вот эта вот родословная сыграла и в их судьбе большую роль. Ну вот я и хочу перечислить, значит, с самого начала 16 века это еще Сабуровы. Как вам помните, Соломонию Сабурову Василий Третий отстранил и женился на Елене Глинской? Да, мы должны начать этот камень сначала с Софьи Палеолог, которая еще одна баба, которая поранила нас сначала с византийскими... Там их выгнали, Андрея этого... Неважно. Она с собой герб привезла двуглавый. Но он же тоже пытался занять. И идею Третьего Рима. Ее брат-то тоже пытался занять какое-то место, но его Иван Третий, слава Богу, выкинул из территории Москвы и правильно сделал. А вот потом последующие Сабуровы, потом Глинские играли важнейшую роль, дрались между собой. Потом Захарий Нэрь Юрьевы, это пришли с Анастасией, это родоначальники Романовых. Иославские. Да, вот Никита Романович Захарин Юрьев, брат родной Анастасии, он как раз выходил на одну из ведущих ролей. Он же был и регентом при Федоре Ивановиче. Да, да, да. Значит, большую роль. Потом шли следующие Черкасские, это которые пришли с Марией Темрюковной, князья Черкасские. Но они не были такого особого государственного склада характера, осетины эти. Значит, просто бились за свое высокое положение и примыкали к каким-то партиям. То есть большой роли они не сыграли, Черкасские. Грамотности не хватило. Да. Несомненно, Годунов, Годунова через Ирину, которую выдали замуж за Федора, который еще не был даже претендентом на престол. Но в результате смерти Ивана Ивановича он стал претендентом на престол. И это сразу же дало большую силу Годуновам. Годунова было много, они хоть и пришли там еще при Иване Калите, имели там происхождение от татарского Мурзы, который принял православие и пришел на московскую службу. То есть сразу же стал высокий Боярский рог, потому что Мурзы это были князья практически. А их было очень много, Годуновых. Это не только дядя Бориса Годунова Дмитрий и сам Борис Годунов. Их было много там в Боярской думе Годуновых представлено. Это был очень высокородный Боярский рог. Несколько человек точно было. А вот эти вот Годуновых, которые Дмитрий, дядя, привел к Бориса Годунова... Ну, естественно, Дмитрий и дядя, это был опричник Ивана Грозного. Да, да, да. Он пробился. Они пришли где-то из... Это был Вяземский, Боярин, Вяземский. И под Костромой у него были какие-то уделы. И даже больше скажу, он, по-моему, заложил знаменитый Ипатьевский монастырь. Да, 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 точно, точно. В Казанове, откуда пришли романы. Да, 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 и поднял этот монастырь. Вообще, Годуновых сколько понастроили? Ну, да. Это просто... Ну, мы будем еще дальше чуть-чуть, я расскажу. И еще прибавились нагии, которые пришли с этой, с последней женой Ивана Грозного. Кстати, вот эти вот разговоры о том, что она его была как бы не каноническая, вообще-то, в общем-то, это была... Значит, Женя, открой секрет. Значит, по... Есть всего три раза венчаться можно по церковным канонам. То есть, есть это... Откуда пошло, я объясню. Значит, есть просто, ну, обыкновенный первый брак, потом есть второй брак чинов-второбрачных, и потом есть еще третий брак, он вообще выглядит как одолжение. То есть, ради вот немощи человеческой разрешается все, а четвертый брак не разрешается. Иван Грозный, конечно, нашел, как объехать это все дело. Он собрал там с митрополитом Дионисием, который ему там все разрешал, такой собор, и он как бы фиктивно, Иван Грозный получил ептимию за свой четвертый брак. То есть, он как бы брак узаконился. Узаконился. То есть, он получил ептимию, он ее там выполнял, не выполнял, да, что-то там, да. Вот, это второй момент. А этот брак как бы узаконился благодаря тому, что он раскаялся как бы по немыществе человеческой в этом согрешении. И получилось, что Нагая стала как бы уже законной его супругой. Ну, есть оправдание, потому что Марфа Собакина практически не стала его женой. Это самое, это дело даже не важно, вот не в этом дело. Жень, вы должны еще одну вещь знать. Церковные традиции меняются. И смотря, с какой колокольни глянуть на это дело. Потому что, на самом деле, до VI века вообще не было никаких венчаний. И в христианской традиции существовала такая особая... Приходили просто и брали благословение. Вот муж, вот жена. И никаких венчаний, никаких венцов, ничего не было. Более позднее, это венчание, оно было нужно императорам, потому что оно, как бы, знаменовало частенько. Например, единение двух государств. И приезжала, например, принцесса из соседней страны и венчалась с императором. Получалось, что это, как бы, соединение двух династий. То есть, очень такое величие, благословение Божие. Они венчались на царство, как бы, со страной. Да, 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 да. И венчались супруги наследники. То есть, автоматически супруга тоже становилась венчаной на Ига. И это получило вот такую более весомую, значимую, ну, как бы, такую значимость весомую получило венчание. Более того, они тогда уже заключали брачные контракты. То есть, условия. На каких условиях какая принцесса там за какого императора замуж выходила. Вплоть до того, что там какие земли куда, как что поделят, кому какие деньги, чтобы потом не было войн, чтобы не было кровопролития. И только уже потом, Женя, в Восьмом веке, в Девятом веке входит окончательно в церковную традицию венчание мирян. Тем более, это, как бы, не у всех еще даже до сегодняшнего дня. Но это не на Руси. Да, 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 из Актии. То есть, я говорю о том, что попрекать Ивана Грозного чем-то таким, что он новое придумал, и брак его был незаконен, это неправильный попрек. Ну, он собирал собор, и ему разрешили, потому что Марка Собакина умерла практически во время свадьбы. Да. Сразу же, через неделю. Отравили. Ее отравили, да, и, в общем-то, третья жена, практически, он не вступил с ней в настоящий брак, и поэтому собор ему, как бы, да, да, и ТВ издали, ну, все равно разрешили. Да, и Мария Нагая стала его, как бы, в общем-то, законной женой, разрешенной собором. Да, с церковной точки зрения, я тоже оспариваю это, и говорю вам, что оно было все нормально, и было законно. Да, все нормально. Я вам даже больше скажу. Постановления вот нынешних соборов уже внесли поправки о том, что и светский брак считается законным. То есть, если в советские времена некому было венчать, и прочее, все, что означает, что вся страна жила с точки зрения церковной в блуде, то есть сотни миллионов человек, то и церковный, и светский брак признается равнозначным. Ну, сейчас всякого... Да, философии много. Философии много. Да. А мы с вами, кстати, об этом говорили, что на Русь вот эта вот традиция венчания пришла только при Кирилле, который после Ивана... ой, при Александре Невского и после него был Кирилл Третий. Третий, да, или Четвертый даже Кирилл. Четвертый, наверное, наш Кирилл. Не-не-не, наш, наверное, Пятый. Третий, третий, я помню. Ну, третий, вообще был все... Это пятый. То есть это нынешний пятый. Это вторая половина тринадцатого века только вот венчание на Руси пришло. Вот, я про что? Про то, что в Марии Нагая была, в общем-то, законная жена, и его был еще один законный сын у Ивана Грозного, царевич Дмитрий, которого сослали в Углич, и он был последним удельным вообще князем. Вообще это был последний княжеский удел, был угличский удел, да. Иван Грозный дал своему сыну в удел. Да, у царевича Дмитрия Углич. Там младший сын получался самый младший, младший Федора Ивановича. Да, и вот сразу же после смерти Ивана Грозного... Получается, он у Ивана Федора Ивановича был младше лет на десять. Да, да больше. На десять лет. Больше. У него его год рождения какой-то, в девяносто первом, ну, в восемьдесят втором году, ну, в восемьдесят втором году он родился. Значит, за два года до смерти Ивана Грозного практически. Ну да. То есть и при попытке Богдана Бельского устроить дворцовый переворот после смерти Ивана Грозного и с привлечением царевича Дмитрия, как своего знамени, всех нагих и царевича Дмитрия, просто аккуратненько выслали в Вуглич. Причем вместе всех. Всех, да, собрали и всех туда выслали. Это очень важно. Значит, и вот нагии, они как бы были отстранены от вот этой битвы за власть. В это время Годунов и Романовы решали свои проблемы, они решали проблему устранения шуйских. Мы об этом тоже говорили, в общем-то подробно. И не только шуйских, еще и Мстиславский был отстранен, Иван Федорович. Да, да. Некоторые путают Федора Ивановича и Ивана Федоровича. Так вот, отца Ивана Федоровича тоже Борис Годунов с Романовыми отстранили от власти. И остался его сын Федор Иванович, который стал уже потом занимать большое положение и воевода, и в Боярской думе. И в конце концов он начал, помните, во времена смуты уже он возглавлял всеми боярщины даже этот Иван Федорович. Вот такие были перипетии. Но Мстиславские за власть не бились, они были Гедеминовичи. Ну, они там перероднились, конечно, и с Рериковичами, но в основном их считали как бы Гедеминовичи. Они считали, что им лучше сюда не соваться, в борьбу за власть. И вот борьба развернулась между Шуйскими, Романовым и Годуновым. Шуйских в конце 80-х годов Годунов и Романовым убрали с политического Олимпа. Значит, почти всех сослали, оставили только двух братьев Василия Ивановича и Дмитрия Ивановича, двух братьев, которых знали с молодости, с которыми вместе там где-то что-то было у них. Ну, и те как бы свою лояльность обозначили, пусть там не считали себя там за стенами шушукаться можно разным, но они вынуждены были обозначить свою лояльность Годунову. И все это пришло к началу 90-х годов, 1590-х годов. Ну, я бы еще вообще-то сказал, очень важное было, вот про Годунова очень мало считается, что есть, про его, тем более во времена Федора Ивановича, но все-таки есть, и историки отличают большие государственные события. Ну, да, тут просто не то, что, а просто огромные. Огромные государственные события. Вот то, что еще сделали Иов и Годунов и этот дьяк Щелкалов, Андрей Щелкалов, этот министр иностранных дел, они пролонгировали мирный договор с Польшей. Да, да, благодаря чему они смогли войска шведские разнести, то есть они отвели от Польши армию. Да, они эту угрозу устранили в 89-м году, вот как раз, когда принималось патриаршество, они устранили эту угрозу. И когда со шведами возникла вот эта вот потасовка на севере, а снизу уже еще ударил Кызы Гирей, а представляете, что бы было, если бы с западом ударили еще с поляки. Здесь еще должен один момент сказать. Дело в том, что прямо в самом начале царствования Федора Ивановича Годунов перестроил Москву. Он перестроил Кремль сам, Китай-город появился, и перестроил белый, вот сейчас по Садовому кольцу, прям целую стену огромную выстроил, каменную. И Кызы Гирей, пришедший, вынужден был остаться возле стен, он не побывал в Москве и не решился ее долго осаждать. И, можно сказать, бежал, и еще и русские войска нагнали его и разбили его полностью. То есть, если бы не вот эти стены, то налет Кызы Гирея, который сам толком не ожидал, Москва, что была разбита, только был Кремль, а все остальное это можно было грабить. А тут Грозный построил стену, и в Садовом кольце нельзя было уже туда залезть. И разгромил Кызы Гирея. Это очень интересный тоже факт, кстати, это благодаря вот этому Годуновскому строительству. Причем, знаете, как белым камнем, а внутри глиной заполняли. То есть, оно уже не горело, не деревянным, не дерево, которое там просохло под солнышком и загорелось, а камни-то и глина не загорятся. Вот. И Кызы Гирей ушел, не ушел, а получил по полной программе. Погнали, и больше уже крымские татары не доходили. Да, я только хотел сказать, на этом полностью закончилось татарский, больше татары Москву не храбили. Нашествие татар на Москву. Совершенно верно. Представляете, какие государственные дела творились. А еще вдобавок, вот дали шведам по ушам. Вот вы, это время дали шведам по ушам. Кстати, он очень мудрый, хитрый, Борис Годунов воспользовался нестроениями при шведском дворе. Если интересно, да не будем шведскую стульту. Не будем, да, конечно. Ишла борьба за королевскую должность между самими шведами. И, воспользовавшись вот этим моментом неустроений, Годунов разбил их прямо в пух и прах. И причем он вернул Карелию, вернул Ивангород, вернул Ян. Что уступили Баторию. В замерении с Баторием. Все эти территории вернулись. Вы знаете, это вплоть до того, что сейчас бы, например, у нас не было бы ни Мурманска, ни Северного флота. То есть, это все Годуновские приобретения земли, которые вот он со шведами отвоевал. Да, да. Кстати, весь потенциал для этой победы был создан при Иване Грозном. Первый посол вообще в истории России, мы кроме не считая тех татар, которые приезжали за Исаком, постоянный посол первый, приехал из Франции, получил в немецкой Слободе дом и жил этот шпион уже французский на законных основаниях на территории России до этого постоянных послов не было. То есть, вот эти посольские все такие постоянные послы от французских королей, потом дальше там немецкие, шведские, все остальные, началось с Бориса Годунова. Вообще, вот этот вот период царствования последних лет Федора Ивановича с Борисом Годуновым считается очень большим расцветом в Московской Руси. Прямо набор такой мощнейшей силы. Ну, за 20 лет получилось, да. Вот вы, например, знаете, что в три раза казну Борис Годунов поднял за счет Ясака с сибирских народов. То есть, они поставляли, да, это же пример, после Ивана Грозного... Наверное, отдельно посмотрим с сибирских народов. Да, там вообще, там, в общем, в три раза доходы казны увеличились из-за огромнейшего Ясака чернобурыми лисами, с соболями, этими, как их называют, такие тоже, норка и прочие, прочие, прочие различные промыслы. Белок вообще не считали. Белок взвешивали, там, не знаю, пудами. И это все продавалось шкурой эти и называлось русским золотом. Валютой. И это вот все Борис Годунов. Томск основал, Тюмень, что же еще там? Тобольск. Надым, Тобольск, Сургут. Сургут нефтегаз, откуда это еще Борис Годунов, откуда наши запроводы идут. Сургут, это Борис Годунов основал город еще. Газпром обязан Борису Годунову своим существованием. Ну и по Волге, Саратов, там, еще вот эти вот города. Ну да, это, что там еще какие-то, я сейчас скажу, сейчас скажу. Ну интересно, да. Интересно. Значит, Самару, Саратов, Белгород, Царицын, Томск, это все. А еще, какую он построил крепость в Белгороде от поляков, Белгородскую, вот эту, не в Белгороде, в Смоленске, стену. В Смоленске. Да. А в Воронеже какую крепость построил, чтобы татарам вообще не повадно было. В Смоленске собирал колоссальную роль при Смоленске. Это Борис Годунов эту стену построил, вот, которые не могли потом поляки взять, там, несколько лет. Поэтому это все, конечно, очень колоссальнейшее. Ну, а вошел он действительно через Ирину. Именно благодаря Ирине он получил звание боярина. А так он никакого боярского звания в пламине не имеет. Конюша и боярин, это очень высокая боярская должность. Да, вот он получил благодаря женскому, этому самому, родству. Через Ирину. Вот. И я еще к чему об этом, вот, как бы хотелось бы сказать. Сейчас, кстати, снимают фильм многосерийный. Есть очередной сериал исторический. Так он будет называться, Борис Годунов, имейте в виду. Ну да, про Петра Первого уже было, сериал. Про Петра Петрова, что вы говорите? Про Софью Палялук уже был сериал. Такое дерьмо, вот, с исторической точки зрения. Ну, просто не придумать, понимаете? Теперь уже будет. Поставили еще стена, вот этот вот, где этот, ну, это про смутное время. Тоже такое, вот, ну, просто не выдумать. Сейчас Борис Годунова, там, Маковецкий играет, еще там знаменитые актеры. Посмотрим, как они его умело наклевещут. Дело в том, что я просто не сомневаюсь, что будет очередная псевдоисторическая лабуда. Очередная, понимаете? Потому что вот эти вот все сегодняшние... Да, я бы даже сказал псевдо-патриотические и исторические. Да, да, да. То есть, вы думаете, то, что хотят. Да нет, они будут с точки зрения Романовых все говорить. Ну да. То есть, то, что он убил царевича Дмитрия, то, что он это самое, был такой-сякой негодяй, всех выжил, всех ссылал там и так далее, там, Романовых бедных замучил. Ну вот, это будет так. Вот, попомните мое слово. А мы сейчас примерно будем хоть как-то... А мы против. ...основываться на исторических исследованиях наших ведущих историков, которые совершенно против вот этой романовской чушни, составленной за 300 лет. И вот в это время, как раз, когда развивались такие события, противостояние с крымцами и со Швецией, произошло одно важнейшее событие в истории Руси. Это 15 мая 1591 года в Угличе при каких-то непонятных обстоятельствах вдруг погибает царевич Дмитрий. И вот это вот пятно, оно сыграло колоссальную роль потом при том, что Романовы и Шуйские воспользовались этим, чтобы все это взвалить, всю вину на Годунова. И, конечно, ну все это знают, я буквально несколько слов хотел бы рассказать про эти события, которые произошли в Угличе. Ну все же, буквально два слова, Женя. Значит, вот тут мы занялись небольшим таким историческим исследованием, действительно можем свидетельствовать о том, что, почему так все свалилось на Годунова. Потому что он был заинтересованным лицом, власть царскую он получал. И, естественно, все недоброжелатели Годуновские стали распространять слухи о том, что ему это выгоднее всех. То есть, как говорит современная криминалистика, ищите того, кому это выгодно. И когда уже в конце, ну вот этот период, да, Годунов посылал вот эти ссылки всяких многих-многих-многих бояр, у него образовалась куча врагов, куча противников, которые пытались всяческими способами, и все, что можно, его там разными способами клеветать. И за всей этой клеветой не заметили совсем вторых заинтересованных, то есть, как бы, ну, допустим, во власти будем говорить все заинтересованы, да, а кто придет и скажет, что нет, вот там все были заинтересованы. Все эти бабские, пришедшие через женские вродство с Иваном Грозным, в общем-то дело, с царями династии, все они, эти боярские династии, были заинтересованы во власти. И когда начали обильно поливать дерьмом Бориса Годунова, обвиняя его там во всем и вся, еще в то время, там, ну, в общем, постарались такую информационную войну развернуть, то за широкой спиной Бориса Годунова все как-то просмотрели Романовых. Я понял, к чему выходит. Да, которые были на второй ступенечке заинтересованы по возможностям после Годунова, имевшего, по сути дела, ну, первенство на власть, они были вторыми. Они были везде во власти, они были везде в связях с иностранцами, с послами разными всякими, они были везде в участии в государственных делах, и именно Романовы были вторыми заинтересованными в убийстве царевича Дмитрия. Ну, я для чего и перечислил все эти фамилии Бориса Годунова. То есть, если искать заинтересованных в смерти царевича Дмитрия... Романовы были не менее заинтересованы, чем Годунова. Совершенно верно. Эти люди очень сильно тоже были заинтересованы в борьбе за власть. Еще больше, дерзно сказать больше. Царевич Дмитрий был маленький, и в любом случае Годунов бы правил при нем еще лет 10 или неизвестно сколько лет, пока бы царевич вырос. Даже если бы его царевича короновали, ему было 14 лет, но минимум еще лет 10 бы Годунов бы управлял державой. Тогда ничего вообще не светило Романовым. И нет, я к чему это говорю, что Годунов менее заинтересован перед своими выборами в земском этом скандале смерти царевича Дмитрия, чем Романовы. Потому что Годунов бы не решился бы наверняка на вот такое вот жуткое преступление. Кроме того, извините меня, сестра замужем за старшим братом, получается, свое родня вообще. Ближайшая родня, то есть убийство ближайшего родственника. И второй момент, он был меньше заинтересован убийствами царевича Дмитрия, поскольку все равно был бы регентом при нем. В любом случае. А Дмитрий царевич был больной, подучей болезнью с детства, о чем это было всем известно. И неизвестно еще, а Годунов был здоров как волк. И неизвестно, как бы еще могло что быть. Поэтому Годунов не был заинтересован столько, как Романовы убийствами царевича Дмитрия. Я об этом и хотел рассказать. Значит, еще там много еще обстоятельств таких было. Что, вот посмотрите, многие говорят, что, ну какая версия Романовых и вот этих шуйских, которые пришли, что Годунов послал своего дьяка, доверенностью Михаила Бетяговского. Который там сразу поймали. Который подготовил всю эту ерунду по поводу покушения на царевича Дмитрия. Ну и подготовил и провел его. Но это была такая нелепость, которая просто, как сегодня на нас взваливают убийство этого Скрипаля. Вот примерно такая же нелепость в те времена. Да, я вот говорю, Годунов находится перед властью и самому себе устраивает такую... Давайте не расслегивать. Дайте мне расскажу. Я дело в том, что очень много лет занимался вот этой историей. Жил в Угличе и смотрел это все своими руками, щупал. Мне это просто тема интересна. Значит, дьяк Бетяговский вообще-то это интересная личность. Интересная. Вот я бы... Там еще кто-то был. Дьяк Бетяговский еще. Посоветовал бы историкам заняться одним очень замечательным моментом. Когда дьяк Бетяговский был направлен в Углич? Он же был не сразу направлен. Он же не сразу в 94-м году поехал. Он в 85-м году еще в Казани служил, дьяк Бетяговский. Вот. А в каком году, непонятно. Я нигде не нашел. Ни в одном источнике. Да, в каком-то оказался. И это происходило так. Вот эти вот братья Нагии, которые в Углич были сосланы, которые получили с царевичем Дмитрием вот этот вот княжеский удел, они развели такую деятельность по нагибанию угличан и вот этих всех окрестностей, что на это было обречено в Боярской думе и решили просто им дать укорот. Потому что они просто людей там нагнули. Они там пьянствовали, они там что только не творили. Особенно там отличался братик старший, старший брат Михаил Нагой. Вот. И над ним был поставлен вот этот надзор Бетяговский. Конечно, они возненавидели сразу же эти братья. Все эти Нагии и Мария Нагая. Да, он ограничивал финансы. Да, он их ограничивал в финансах, он им дал укорот. Это было государственное лицо, поставленное присматривать именно вот за этой вот семейкой очень буйной. Я бы, может, даже не согласился с вами, что Годунов бы потом при случае Дмитрия стал бы регентом, потому что Нагии рвались к власти не меньше. Они были колоссальным образом обижены, что их вообще сослали в никуда, их отстранили от двора, их выкинули. Но они считали себя настолько обиженными и вот злыми на все это. Только вот мы своего Диму только поднимем, и он всем бошки порубит. Вот примерно так. Так считали Нагии, это однозначно. Вот. И вот на этом фоне произошла вот эта вот смерть мальчика, который действительно страдал эпилептическими припадками. Это абсолютно точно. Буквально за несколько дней у него был припадок. Он даже еще при дворце, когда у Ивана Грозного только маленький был, даже еще где-то есть описание, то ли в двух, то ли в трехлетнем возрасте проявилась болезнь. А тут он буквально перед своей смертью, вот, тоже у него был припадок очень сильный. И какой дурак разрешил ему играть в ножички, в тычки с этими мальчиками дворовыми, это просто невозможно представить. Я к чему говорю? Вот сначала все историки по схеме, представленные Романовыми, самими Романовыми и потом Карамзиным озвученными, они все, конечно, все сваливали на Годунова, там все он подослал, там, Бетяковского этого и так далее. Но потом, когда историки обратили внимание, а почему бы не посмотреть на следственное дело все-таки повнимательнее? И стали разбираться... Тем более Шуйский был отнюдь не другом таким. Вот, дайте я скажу, вы посмотрите, если даже Борис Годунов, конечно, имел в Боярской Туме огромное влияние, и если он собирает такую комиссию, которая явно не является его сторонниками, то это надо быть просто идиотом, чтобы послать таких, как Шуйский возглавлял комиссию. Да, чтобы на него написали гадость. Да это же первый человек, который бы сдал Годунова, да сразу же вообще. Потом там Клешнин, Клешнин был, в принципе, сторонник Годунова, но там еще был Дьяк Вылузгин, а Дьяки это вообще-то государевы люди. Что Бетяковский, что Вылузгин, они работали ведь на царя, понимаете? Это государевы люди. Они первые люди, которые заинтересованы в расследовании всяких крамол, понимаете? Если бы хоть кто-то о чем-то там достучался до того, что там где-то были нанятые люди, но это ни в коем бы случае не сохранили бы в секрете. Потому что там велось расследование, там была представлена целая комиссия. Вот я еще раз перечисляю, вот самые основные люди. Это, значит, Василий Шуйский возглавлял, не сторонник Годуновых однозначно. Значит, Клешнин, Боярин Клешнин, ну пусть он, да, человек Годунова, не важно. Дьяк Вылузгин, это еще куча подьячих. Это же не просто Дьяк, это министр, министерская должность. А при Дьяке-то там куча подьячих, которые писали, там, да любой, даже если бы Лузгин промолчал, его бы тут же на него стуканули, его же подьячие, понимаете? То есть все друг за другом досмотрели. Ну и еще митрополит этот, митрополит Геласий, да, митрополит Геласий был представлен. А это человек, я вспомню, скажу, не, 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 это вот подмосковье, вот как... Коломенский. Нет, не Коломенский. Потом скажу, ладно. Ну, митрополит Геласий, это был человек, который должен был этот отчет с духовной точки зрения, с церковной, представить патриарху Иову. На основании представления этого отчета митрополитом Геласием, патриарх Иов сделал уже конкретное государственное заявление со всеми крестополагательными вещами, то есть он поклялся на кресте перед народом, что было именно так. Кас, по-моему, очень заявительный. Да. А патриарх Иов, мы говорили, это очень влиятельное и авторитетнейшее лицо. Да, несомненно. То есть обманывать там, вот в этой комиссии, просто не могли. Вот эти четыре мальчика, которые играли с этим самым, с царевичем Дмитрием в эти втычки, ножичком, они все как один сразу же сказали, что его кинуло на землю и начало бить. То есть я к чему? Что, конечно, хоть... Подговорить детей так всех, чтобы они... Да, не то, что детей, там около ста человек дворовых было опрошено, там все в один голос говорили только о том, что, да, вот произошло вот несчастье такое, которое вот произошло вот здесь во дворе. И никто убийц, в принципе, не знает и не видит. Когда это произошло, во двор вбежал пьяный Михаил Бетяговский, пьяный Михаил ногой, и сразу же сказал, а этот Бетяговский, это его рук дело. Понимаете? Почему произошел бунт вот этот вот в облище? Да, и Бетяговского благополучного народа. И Бетяговского вместе с его племянником, вместе с его сыном Данилом, Данила Бетяговский и племянник Никита Качалов, их всех сразу же, ну там буквально повыловили, растерзали, замочили камнями, и сразу же там все, это было что-то невероятное там, что творилось. Хотя и близко даже они к этому двору там не были. Да, и Бетяговский там, да, прибежал, Бетяговский прибежал и начал унимать угличан. Угличан, и в это время Михаил ногой на него показал, это он убил. Вот как было, пьяный Михаил ногой на него показал, понимаете? Вот такая вот дрянь произошла. И угличане вот этот вот весь бунт, растерзали государевых людей, значит, произошел, конечно, там Углич гудел, кипел, и там несколько человек, там чуть ли не десяток замочили жесточайшим образом. И вот через четыре дня приезжает разбираться комиссия. За это время, конечно, ноги, протрезвев, один ногой там Афанасий, брат, побежал в Ярославль. Есть такое свидетельство, что прибежал на двор послу, по-моему, Джерому Гарсиеву, по-моему, английскому послу, и сказал, что вот там произошло убийство. С чему бы он побежал? Ну, вот такие вот следы. Да, он вообще, наверное, там и не был. Он слышал давку и побежал. Это один из слухов, которые Гарсей потом рассказывал. Тоже представим. Ой, там кто только не рассказывал. Кто только не рассказывал. Может, это и Гарсей придумал. Вот. Потом Михаил Бетяговский, фу, Михаил ногой в это время с другим братом Григорием, они в это время начали организовывать подложные свидетельства, которые бы указывали на то, что это Бетяговский и вот эти вот убитые, Данила и Андрей Качалов, там и вот эти вот все, что это они убийцы. Им там подложили ножи, измазали в куриной крови. Говорю, что-то те что творили они там. Комиссия пришла, конечно, и, ну, конечно, сразу, ну, что, какие-то улики, ребята. И начали их расследование, вот это все состояло в том, как эти братья ноги устроили бунт, и кто в этом бунте отличился. Сложность именно в разбирательстве, сложность и заключалась в том, что был бунт. Бунт, да. Все уничтожено было. Затоптали, все было уничтожено, вынесено этот царевич, Дмитрий там его таскали, то есть сюда его тело. Потом вдобавок затоптали весь двор, непонятно было где, кто, чего, что. Ну, то есть увидеть ничего было невозможно. Ну, да. Во время убийства Пономарь, Огурец, под прозвища Огурец Федор Огурец, залез на колокольник, начал звонить в этот знаменитый колокол Набат, почему сбежались там, с борта прибежали, там же был порт, там проходили, там какие-то казаки прибежали, там леча не прибежали. И вот началась вот эта вот давиловка и мочиловка. И, в общем-то, по постановлению этой комиссии, расследованной, всех наказали, колоколу отрезали язык и вырвали ухо, сослали в Тобольск, это первый сын, считается, в Сибири, Руси. Ну, и за ним пошли, значит, не в Тобольск, пилы. И за ним пошли там очень много людей, угличан туда угнали. То есть Углич был разорен вот этим вот расследованием и наказанием угличан капитально. Потом еще смутное время добавил, и Углич из большого торгового города превратился... Ну, в такой провинциальный маленький городок. В районный центр. Ну да. Вот такие примерно события. Если я еще рекомендую всем побывать все-таки в Угличе, посмотреть на церковь царевича Дмитрия на крови, замечательный памятник, входящий в ЮНЕСКО, в памятники мировой культуры, значит, побывать, посмотреть на этот колокол, который сейчас висит в этой церкви. Вернули. Да, я по нему вот так вот, так вот, пальчиком так. И послушать его малиновый звон, кстати, у него, у этого колокола. Вот это смотри, туда-сюда свозили и не раскололи. Да, вот как... Язык оторвали, отбили в ухо и не угробили. Чем-то звонким вы, конечно, не постучите, не разрешите, а пальчиком можно. Это я неоднократно делал и слушал. Язык ему не привешили. Язык, по-моему, привешили. Привешили? Да, да. Зарушили царево указание. Да, да. Нет, язык там висит. Конечно, с ухом там проблемы. И ухо это припаивать только надо. Припаивать или что. А вот язык повесили. Значит, и вот фрески, которые фрески в этой церкви, они все рассказывают о версии о том, что битяговские злодеи, как они зарезали этого царевича Дмитрия. Вот, вот фрески вокруг этого колокола, вот в этой, ну, не алтарной части, а как предел вот этого благо. Ну, где, если колокол на колокольне висит или где он? Нет, нет, он прямо вот здесь вот, перед алтарем. А, алтарная часть. Алтарная часть. Вот перед алтарем висит этот колокол, а вокруг, значит, фрески. А, да, а перед этим, в пределе, перед этим там другие фрески. Там рассказывается о сотворении мира. Такая интересная церковь расписана. Причем... Это говорит о том, что церковь расписывали Романовы. Вот, потому что никто бы в голову никому не пришлось бы рисовать эти страшилки. Да, да, страшилки рассказывают прям как эти вот, Осип Волохов, сын мамки Василисы Волохова, Осип Волохов и Данила Бетеговский и Андрей Качалов, как они вот организовали это убийство. А еще Шуйский говорил, что сам Бетеговский прибежал, зарезал этого ребенка. Это потом уже в смутное время. А вот при первом расследовании вся эта комиссия прошла, все целовали крест, что являются свидетелями того, что случился несчастный случай. Что случилось подучие, в припадке подучие царевич Дмитрий накололся. Ну, он зарезался. Зарезался. Это, кстати, очень часто бывает, когда подучая болезнь, если нет людей рядом, которые соображают, чего делать, и языки себе откусывают, и головы себе раскалывают, разбивают. Четыре мальчика совершенно не заинтересованы, отдельно допрошены. Они сказали, что его бросило на землю и начало бить. Вот так примерно. Ну и плюс все остальные дворовые люди то же самое все показали. При комиссии, которая совершенно была не заинтересована в том, чтобы скрывать правду. Вот о чем сейчас говорят историки. Кстати, за это дело взялись только в XIX веке, потому что после Карамзина, Карамзин когда все полил грязью, после Карамзина там был еще историк Арцебашев, там еще, потом позднее Платонов, там они сказали, а почему мы не расследуем? И только в начале XX века, кстати, вот это вот угличское дело вытащили на свет, реставрировали и представили в начале XX века, представили его как одно из основных свидетельств этого события. Причем не через там 20-30 лет, непонятно после каких смутных времен, а именно конкретно по горячим следам. А не еще извините, при смутных каких-то временах Шуйского трясти там. Это в этой действительности, вот вы знаете, я тоже буквально еще тоже хотел, будем уже в заключении, будем добавлять. Я еще расскажу о некоторых историках. Тогда я добавлю, а потом еще это самое. Значит, подумайте только, Борис Годунов находился на вершине славы в народе, было невероятным его почитание. Все современники пишут. А Ирина еще беременела? Да, Ирина еще и забеременела. Да, в это время. Да. И поэтому убивать, убивать, да, царевича Дмитрия, вообще, а вдруг Ирина бы родила наследника, да. Убивать зачем царевича Дмитрия? Какой смысл его убивать, если вдруг бы родился, вот, наследник предустолен. Это опасно. Да, это глупость, это разрушить свою, и, кстати, именно после этого авторитет Годунова стал падать. Романовы не промахнулись. Они четко знали, что сделать, потому что в Руси всегда было вот это обвинение в посягательстве на царскую власть, считалось чуть не самым главным преступлением. И вот этот Годунов, который победил шведов, который освоил Сибирь, который построил тысячи городов, бюджет три раза убивился, шведов и татар, все, и он был просто на вершине славы, просто. И тем более он был очень хитрый, и у него не было практически вот таких вот открытых конфликтов и открытых врагов. Потому что он все равно, он мудро правил за спиной Федора Иоанновича. И он не лез прямо вот на рожон. Потом уже, когда уже, уже перед самой его смертью он перегрызется со всеми боярами уже. А здесь была возможность всегда спрятаться за Ирину и спрятаться за Федора Иоанновича. Вот такая популярность была в народе, что, по сути дела, такой популярности никто не имел. Ни в то время жившие, ни предыдущие, ни последующие государи не имели такой популярности. И себя же самого макнуть вот этим, говорится, в навоз таким глубоким подозрением и таким некрасивым событием, ужасным некрасивым со всех сторон событием, это Годунов, мудрость ему бы его не позволила такое сделать. А Федор-то был молодой, ему 30 с лишним лет всего. Да, кто думал, что он умрет, понимаете? Он еще перед Вайсками тут на коне ездит, в Швецию ездит, организовывается. Да, так забеременела Ирина. Забеременела Ирина. Какой смысл Годунова был? Ну, просто, ну, ненормальная, это просто ненормальная версия. Вот, в духе нашего Скрипаля сегодняшнего. В общем, это все действительно была подучая болезнь, но ее в умелом русле развернули Романовы в своих интересах. Не только Романовы, конечно. Ну, не только, конечно. Сначала Шуйский. Врагов у Годунова, конечно, было море. Ну, да. Естественно. У таких крупных. Крупных. А потом стали все. А потом стали все. Ну, ладно, да потом мы дойдем, но вот такая вот произошла история. Очень интересная, про нее много можете найти. Я просто порекомендую, вот последняя книга, которую я читал, совершенно новая, это профессор Баханов. Александр Баханов, посмотрите. Прямо так называется. Борис Годунов его книга читается замечательно. Просто в лед. Я еще буквально тоже не буду долго рассказывать, буквально несколько слов. После всего этого расследования ко всему подключился сам Патриархиев. Да, да. Подключился он к этому очень серьезным образом, поскольку написано, что они больше двух недель изучали деяния всей этой комиссии. То, что там эта комиссия написала. Причем это он не лично сидел, а со своими приближенными митрополитами, епископами, вызванными в Москву для расследования этого дела. Там была куча всяких церковных разных чинов, даже приезжали какие-то духовники крупных монастырей. Это все буквально действительно было чуть ли не с целованием креста и так далее и тому подобное. И все эти свидетельства Иов, взвесив, привел в порядок. Причем, кстати, в это время уже был как раз у него на книжном, на пищем дворе занимался его секретарем. Был уже в то самое время будущий, в свое время Гришка Отрепьев, который вел эти бумаги и при Иове документацию все это вел, именно о событиях в Угличе. И Иов пришел к выводу вместе с Архерийским собором с духовной точки зрения, что винить никого нельзя. И это действительно была подучая болезнь и был такой вот несчастный случай. Никого не обвинив, никого, ни самих ногих пьяниц, ни Годуновых, ни в подговорах, никаких. Даже Иов просит милости у Годунова для жителей Углича. Знаете, как Михаил Ногоев вернулся от наказания строгого? Да, да, да. Оправдание, что я был пьян. Пьян. Ничего не помню. Ничего не помню. Вы представляете, какой прецедент современным нашим олигархам? Если что-то натворят, вот скажут, вот в истории же был у нас прецедент, вот Михаил Ногоев же вернулся. За что? Ну, мы пьяные были, разграбили всю страну, мы пьяные по пьяни. Ну, примерно... Да, Ельцин пиво и прозрабил. Да, вот, поэтому его надо простить, да. Он же не просветал. Вот такая была ерунда. Вот, и я еще хотел сказать, да, и многие историки занимаются вот до сих пор еще, вот я сказал, профессор Баханов, это замечательная просто книга, там описаны все четыре версии, которые расследовали в истории, и зарубежные историки занимаются этим событием. Вот есть такая работа Татьяна Таймасова, есть такая книжка, события в Угличе, не помню. Татьяна Таймасова. Вот, она клонит к тому, что, да, это Годунов подговорил этого самого, понимаете, все, что вот с Запада, это против Годунова. Ну, естественно, я к чему говорю, вот вы увидите, что в этом сериале в новом точно обвинят Годунова. Абсолютно точно. Вот такие вот... Посмотрим, а кто снимает книжные листы? Да я не знаю, я знаю, что Маковецкий играет. Ну, посмотрим, хотя бы по крайней мере сценарий почитаем. Да, я просто посмотрев эти два фильма, София, про София сказки, сказки и фильм «Стену», ну, просто уже не сомневаюсь, что Лабуду вот очередную поставят. Да, поэтому мы сразу говорим, не воспринимайте это как исторический фильм. Это просто художественная сказка, с таким же успехом можно написать... Политическая сказка. Да, с таким же успехом можно написать историю о том, как Николай II нес яйца Фаберже и дарил их своей супруге на Пасху, и снять это по телевидению. Поэтому можно и любую фантастику, ерунду, муру и сумасшествие выдать за исторические факты. На самом деле окажется, что это просто исторический нонсенс исторический, а с точки зрения художественного ну, как сказать, достоинства художественного... Тоже не блещутся по фильмам. Да, тоже, пожалуйста. Я обращаю внимание на всех этих викингов прошедших и так далее, что это все... Сказка о русской истории. Низкопробные, совершенно неталантливые вещи. Да, мы, например, очень возмущаемся. Там даже консультантов не берут историки, понимаете? Обратите внимание, нету консультантов. Мы не возмущаемся, когда снимают какие-то фильмы про Сталина и прочие гадости. А и сами же снимаем про своих самых таких серьезных, исторических деятелей, заслуживающих особого внимания и почитания. Такие гадости снимаем. Что просто поверьте, я еще раз повторюсь. По сравнению с правителями европейскими того времени, Борис Годунов был продвиненуетейший, прекраснейший и добродетельнейший человек. Только несколько... Ну, потом уже дальше будем это самое. Первый водопровод в Москве устроил. Вода подавалась по насосам специальными с Москвы-реки. А первая больница в Москве, когда голод начался, всю казну государскую раздаривал нищим, чтобы кормить голодранцев. И, смотрите, три года было, малый так называемый европейский ледниковый период, три года было... Есть еще сказка одна интересная. Это Борис Годунов перед своим царствованием пришел к гадалке, к ведьме пришел. И она, ведьма, ему сказала, 6 лет будешь царствовать, но будет голод и вот такое будут страшные события такие. И вот такая сказка есть, но в действительности с 601 года и в течение трех лет ужасный был мор, и он раздал всю царскую казну. И так обгаживать его человеку, я же говорю, по сравнению с другими европейскими государями, это просвещеннейшая, добродетельнейшая личность. Не будем кидать камнями в свою историю. Ну да. Ну и мы, наверное, не дойдем до его... Да, не будем начинать. Тогда скажу еще, что при старствовании произошло. Ну, просто еще два интересных момента произошли. В 1595 году Годунов отвоевал себе интересный титул. Он уже, видимо, все-таки действительно человек подбирался. Конечно. Понимал, что он один из претендентов. И он себе отвоевал очень интересный титул государя Казани и Астрахани. А-а-а, это да, это ему этот самый Федор Иоаннович дал ему титул. Да, Астраханского государя и... Да, да, да. Благодаря, он практически сел рядом на престол. И это до того взбесило его противников, особенно Романовых. И вот с этого момента, с 95-го года он с Романовыми просто разошелся. Они стали врагами уже Годунов и Романовы. Так они еще где-то параллельно. Они всех там в Шуйских месте, там Стеславских подавляли. А тут они в 95-м году просто разъехались в разные стороны. Они стали врагами. Романовы почувствовали, что им серьезнейший не просто конкурент, а человек, который уже стал выше их, перепрыгнул на ступень. Конечно, это их разозлило дико. Вот, и вот с этих пор, вот эти вот романовские интриги по подготовке вот этих вот вещей, по снятию, вот этих вот, по подавлению Годунова и по подготовке себя, ну, претендентов на престол, они вот начались. И вот с этих пор начался вот этот вот... Да, согласен. Значит... Грибишко отрепив и вылез у них. Да, да, да. Именно в этот момент это все и произошло. Значит, царь Федор Иоаннович умер 17 января еще 598 года. Умер он после долгой и продолжительной болезни. Скорее всего, это тоже была подагра. Подагра с разными всякими там отягощениями и прочими, прочими, прочими. Но, возможно, еще и это была либо яд, которым его тоже долго травили, либо, скорее всего, или опухоль мозга. Почему? На это указывает то, что перед смертью он ослеп и оглох. А это обычно бывает либо от ядов, либо когда опухоль в затылочной части головы давит на нервные центры, отвечающие за зрение и отвечающие за слух. Перед смертью он назначил, по сути дела, свою жену, царицу Ирину, правительницей. И как бы в соправителе, помощнике там написал ей Годунова. Но всю власть он передавал своей супруге, царице Ирине. Единственное еще, что омрачает... Государственные документы к ней ходили. Да, 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 к ней потом вообще... Там месяц или два. Поксимский собор ей сразу предложил царство. Если бы она не отказалась, она была бы царицей. Но она в пользу брата, получается, все это отказалась. Но суть дела еще не в этом. Еще один такой, как бы, немножко... Может быть, это, конечно, была необходимость того времени, но все-таки темное пятнышко осталось даже немножко на Федора Иоанновича, которого канонизировали очень скоро и прославили его блаженных, святых, и два раза в год ему празднуют память. Он уже был, по сути дела, болен, конечно, серьезно, и протащили бояре и Годунов, и все там протащили через его решение, через его подпись. Очень серьезное ухудшение положения крестьян. Крестьяне почти утратили возможность переходить из... Был так называемый Юрьев день, вы помните. Мы говорили про него и при Иване Грозном, и вот сейчас при Федоре Иоанновиче, и потом при Алексея Михайловича окончательно отменит этот Юрьев день. Уже при Романовых добьет это все дело. А тут был такой документ. Документ, который, во-первых, юридически... Который не сохранился. Который не сохранился, но сохранилось интересные такие косвенные сведения, которые говорят о несомненности его существования. Что протянул Борис Годунов через Федора Иоанновича? Стали юридически заверять долги холопов перед боярами, перед своими хозяевами. До этого ничего этого не было. Там меточки на сарае ставили, там Петр должен мешок, зерна, все. Здесь это стало все оформляться бумажно и приобрело юридический, законодательный вес все эти долги. Это несомненно, отрицать никто не может, потому что с этого времени пошли вот эти юридические бумаги. Тут это не просто какая-то там сказка, а крестьян стали ограничивать. Дальше. Второй момент. Вошло куча поправок всевозможнейших. Кто мог в юре в день уйти от хозяина, а кто не мог. То есть раньше было как? Расплачивался с хозяином, допустим, с этим барином, то есть не имел никаких недоимок, никаких долгов, и в юре в день приходил и уходил. А теперь нужно было компенсировать. Платил за выход. Да, платили крестьяне. Да, да. И платить надо было за выход. И началось ограничение, что в таких-то губерниях это можно делать, а в таких-то нельзя. Но исходили из чего? Из того, где больше земля обрабатывалась. Понятное дело, что кому-то в Архангельской области сударю было все... Наоборот, нужны были свободные люди, которые могли бы охотиться, рыбу ловить. А вот в южных областях, где хорошие были урожаи, большие, крестьян закрепляли за хозяином, и они уже практически не имели возможности выйти. Ну, еще имели, не будем говорить, еще право Юрьева дня сохранялось. Нельзя сказать, что полностью оно было прекращено. Полностью уже Кабала, вот эта крепостная настала при Алексея Михайловича Романове. Но все-таки начал Иван Грозный первый камень, он там кинул в огород. Потом вот сейчас на ограничение еще больше. Но по-другому нельзя было. Иначе люди просто разбежались. Да, при Федоре Яновиче и уже затем при Романовых закончили. Ну, не знаю даже, может, это не тема для нашего разговора, но все-таки мнение, допустим, нашего знаменитого историка сегодня, Александра Владимировича Пышикова, профессора МПГУ, значит, что все это подстроено Романовыми, что они свалили свое закрепощение крестьян на году нового. И придумали вот этот документ, которого не было, которого найти не могут, понимаете? А вот соборные уложения 49-го года, вот они и есть. Все равно не было на пустом месте, не было. Не было на пустом месте, ограничения были. Да, было Кабала, начала... Мы, сейчас, мы опять сюда, не было крепостного права. Крестьянами торговать не начали. Вы вот задумайтесь, конечно. Крестьяне не покупались, не продавались. Это вот все Романовы стали продавать. Купать, продавать людей, да. Это вот началось рабство на Руси, такого никогда не было. Это вели Романовы. Но все равно юридически стали закреплять долги. То есть, была подготовка. Следующий шаг. Косударственная необходимость какая-то была. Следующий шаг. Поэтому мы не говорим о том, что было введено крепостное право, а говорим о том, что был сделан еще один шажок к введению крепостного права. Ну, как бы, да, решим на этом. Ну, Годунов, конечно, не был святым. Ну, конечно, конечно. Был один момент, кстати, если объективно так смотреть, который я до сих пор не понимаю просто. Как он мог своего ближайшего помощника, который помогал ему установить патриаршество, вести вот эти мирные договоры. Диака Андрея Щелкалова, он его не просто отстранил от власти, а как написано в летописях, уел оки зверь. Уел оки зверь. Помните, когда Федора сместил Андрей Боголюбский? Чем ему кончилось? Это Боголюбскому то же самое и здесь. Как только... Щелкалово. Оклеветали, оклеветали, оклеветали. Что-то произошло, возможно? Ну, что задуматься только. Вот, например, импортизальное проявление принимает бывшего сотрудника ФСБ на работу. Десять лет с ним играется, а потом выгоняет. Говорят, ты поднял руки на деньги, теперь я с тобой работать не буду. Что в голове может быть у старого деда, который принимает и увольняет бывших сотрудников КГБ, уволенных с работы за несоответствие должностного положения. Вот то же самое было в голове и у Бориса Годунова в этот момент. Какую-то мульку подсунули, какую-то ложь. Возможно, кто-то, может быть, Шуський, может быть, Романова построили это. И убрали ближайшего помощника Годунова. Абсолютно верно. Возможно. Конечно. Написали какую-то треню. Поехала крыша, называется. Может быть. И потом, помните, как раз каялся Боголюбский из-за этого Федора, которого у него всю жизнь был, ему друг, и он его отстранил. А когда надо было, то в последний момент один остался, да еще и меч из ножа украли. И рухнул. Устранил своего ближайшего помощника и рухнул. И, возможно, то же самое примерно произошло. То есть у него не стало такого ближайшего, умнейшего помощника. Он сам в окружении всегда хитрое. И он понимает, что подрубить дуб, вокруг которого ограда, сложно. Надо сначала, да, корм. Надо подрубить эту ограду, надо подрубить корни, а потом и дуб завалится. Вот и все. Ну, это произошло где-то тоже в 95-м году. Да, да, да. Ну, чуть позже, может быть, даже. Перед царствованием Годунова. Ну, мы дойдем. До следующего раза мы рассмотрим царствование Годунова недолгое, 6 лет. Которые тоже произошли колоссальные события. Мочи события, да. После которых грохнула вот эта вот знаменитая смута. Да, да, смутные времена. Ну, что ж, как раз закончилось царствование Федора Иоанновича. Наступает, значит, ну, по сути дела, еще Шуйский будет потом. Он тоже Рюрикович. Шуйский хитрое лисо. Да, хитрое лисо. Ну, да. Он так вот будет последнее рюриковское такое пятно во власти. А, по сути дела, со смертью Федора Иоанновича заканчивается 736-летнее правление Рюриковичей русским народом. Московская династия Даниловичей, правило. А Шуйский, это уже династия другая. Ну, все равно из Рюриковичей. Все равно, да. Как мог, фамилии-то не было никакой. Но можно ответить из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». А как помните, вы какого рода Рюриковичем? Вот это Рюриковичем. Кстати, гениальный фильм. Настолько гениально сделанный фильм, что вот практически в нашем кинематографе есть две роли, которые сыграны блестяще Ивана Грозного. Это вот первая роль, это, конечно, наш... Кто он там? Энзерштейн. Да нет, Энзерштейн, ну... Ну, там Ивана Грозного, конечно, показали. Черкассов играет. Да, да, да. Но, конечно, сыграл он очень хорошо. Пусть там вранья тоже выше крыши, но сыграл просто... С крыши там патетический фильм. Это какой-то рисованный патетический фильм. Ну, что здесь? Его сейчас расцветили. Он теперь цветной. Да. Красный там вся си... Здесь вот этот вот актер-то Юрий, как его, господи, вылетел? Ну, Юрий Яковлев наш. Который... Этот самый Иннокентий. Великолепно сыгранная роль, прямо вот блестящий, показанный образ Ивана Грозного. Яковлев, да. И еще сыграл блестящий Ивана Грозного Евгений Истегнеев. А-а-а. В фильме «Ермак». Ну, да. Просто замечательно. Последние годы правления Грозного. Ну, настолько сильно он сыграл. Я просто поражаю. Ну... Вообще фильм «Ермак» один из последних фильмов, поставленный с консультантами историческими. Великолепная историческая обстановка. Поставлены такие подробности, вот исторические проведены. Вот это исторический фильм. Да, да, больше. Если бы не вот эта вот дебильная история любви Ермака с этой Аленой. Без этого не может быть кино. Вот фильм бы исторически идеально посмотрелся, понимаете? Кина быть не может. Что за такое? Фильм, чтобы там не было любви. Степанов сыграл Ермака. Чтобы не было брошенной какой-то погибшей любви страдающей. Шигурда сыграл Ваньку Кольцо, этого бестию пассионарную, ну просто великолепно. Ему подходит. Ему, ну что, это про него, про него. Вот я про то, что Евгений Истегнеев Ивана Грозного тоже сыграл здорово в этом фильме, просто здорово. Ну Истегнеев, да, он даже похож чем-то на Ивана Грозного. Лысина вот эта, прямо вот похожа. И, конечно, Юрий Яковлев, вот по там фильме нашим замечательным, Юрий Васильевич, просто замечательный он. Так что на этой фразе Рюрикович и мы закончим сегодняшнюю нашу передачу с наилучшими пожеланиями. Спасибо всем, спасибо. Спасибо.